Субтитры подогнал «Симон» 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 для того, чтобы люди знали, что не только в древности, как мы читаем иногда в прологах, в житиях святых, люди получали исцеление от икон. Но и сейчас, если человек с верой притекает, несумненная вера, он также может получить благодатную помощь от Божьей Матери либо той иконе, которая кланится первообразу через эту икону. По древнему, опять же, обычаю, дореволюционному ещё, от приношений, которые люди приносили в дар благодарность этой иконе, у нас собралось очень много таких пожертвований людей, которые в знак любви и признательности за помощь Божьей Матери жертвовали этой иконе различные какие-то свои украшения. Из этих украшений делались до революции ризы, драгоценные ризы, которые украшались иконой. И мы также полгода назад совершили такой поступок. Мы взяли те приношения, которые люди собрали, отдали ювелирам, и они переплавили всё это в оклад, сделали, украсили драгоценными камнями, которые люди также жертвовали. И вот сейчас у нас икона Божьей Матери преобразилась, совершенно стала иная. Многие люди даже не узнают и говорят, что это другая икона. Нет, икона осталась та же, но она украшена теми приношениями, не просто в виде колец и серёжек, а в таким благочестивым обычае. Батюшка, ну а теперь, собственно, та радостная новость, которая будет интересна жителям Екатеринбурга. Первый раз за 15 лет икона «Все царицы» покидает пределы города Москвы. Расскажите об этом подробнее. Вы правильно сказали, что за, получается, 15 лет. Первый раз наша икона чудотворная по просьбе верующих Урала покидает пределы Москвы. В пределах Москвы мы несколько раз её уже приносили в различные больницы, другие, когда люди просили. Но вот этот первый раз, такой будет, можно сказать, крестный ход Божьей Матери, благочестивым верующим людям Урала. она будет в Екатеринбурге находиться, также будет находиться в Каменск-Уральском и в Нижнем Тагиле. То есть мы будем три недели принимать записки, молебны, и люди имеют возможность приложиться к этому образу, помолиться. Потому что не все люди могут приехать в Москву, так же, как не все люди могут поехать на Афон, женщины, например, не могут совершенно побывать на Афоне. Так же и не все люди могут приехать в Москву по различным обстоятельствам, житейским, может быть, по болезням, по финансам, различным. И поэтому вот в знак такой любви уральцев, которую они выразили с просьбой их, мы совершаем вот такое паломничество. Оно очень знаменательно, потому что соединяет два таких события. Во первую очередь, это за 15 лет, первый раз покидает икону Божьей Матери, и второй, в этом году как раз празднуется 400-летие Дома Романовых, когда Михаил Федорович зашел на престол, и вот удивительно, наш монастырь, в котором находятся усыпальницы Романовых, и Екатеринбург, в котором закончилась таким трагическим образом, прервалась династия Романовых. А вот это специально было так сделано, что именно во время празднования 400-летия икона будет доставлена в Екатеринбург? Когда верующие люди Урала обратились к нам за просьбой принести икону Божьей Матери, поклониться, это совершенно было недавно, и вот думали, когда это совершить. То есть вот как раз 10-го числа будет праздноваться собор новомучеников и исповедников российских. Это очень интересное такое событие в том смысле, что тогда же будет праздноваться и память царской семьи. Это, опять же, к 400-летию Дома Романовых тоже как-то совпадает с этим. Во-вторых, у нас царская усыпальница, еще раз повторяюсь, тоже совпадает. В понедельник 11-го числа собор Екатеринбургских святых. То есть все как-то очень совпало, как-то легло на сердце, и так просто совпало. Специально как-то долго об этом никто не думал, но вот так чудовесным образом достаточно совпали такие удивительные события. Достаточно ли будет времени для того, чтобы поклониться святыне? Она будет находиться в Екатеринбурге в храме Спаса на Крови. Это как раз месте убиения царской семьи. И люди могут с утра до позднего вечера иметь возможность поклониться, будет духовенство служить, молебны постоянно, будут раздаваться благовинно освященные иконочки. которые мы везем в дар людям. То есть люди могут поклониться, вполне найти возможность. Неделю, по предварительной сейчас информации, неделю будем мы в Екатеринбурге, а там посмотрим, как дальше, может быть, чуть больше неизвестно, но неделю точно мы будем в Екатеринбурге. То есть люди верующие смогут возможности и будут иметь поклониться образом. Батюшка, у нас есть звонок, Белгородская область на связи. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Александр, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений Паисий. Здравствуйте. Я хотел спросить, вот у меня такой вопрос. Если я помолюсь Шмоленской и Козе Казанской от той же болезни, которая у себя царится, то он не поможет. Мне кажется, что мы молимся, Божью Матерь просим, не какую-то определенную икону. Я вот что-то так считал. Объясните, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Естественно, мы молимся перед иконой, не конкретно кланяемся доске или краске конкретно, а первообразу, который изображен на этой иконе, естественно, молимся Божьей Матери, чтобы она помогла в этом с каком-то недуге. Дело в том, что исторически сложилось так, что некоторые святые мощи каких-то, определенных святых, либо иконы, прослались именно определенными какими-то чудесами в каких-то определенных недугах. Божья Матерь, она всегда есть и будет одна и та же, но конкретно Божья Матерь иногда прославляется в иконах определенным образом. Очень много случаев, почему мы говорим о ватопецкой иконе Божьей Матери, всей царицы, она там, естественно, множество чудес было и различных, но в большинстве своем она помогала как раз в онкологические болезни. Поэтому вот такой определенный, как бы цель определенная, когда люди прибегают, может быть, это их тоже сподвигает к какой-то определенным еще большей верой принести. А так можно приложиться, естественно, и получить благодатную помощь по вере человека. Человек, если маловерующий, либо сомневающийся, он и от чудотворного образа, и от чудотворных мощей не получит никакой помощи, потому что он сомневается, либо не доверяет, либо не имеет такой веры, которую имели раньше наши предки, или которую имеют сейчас обычные люди, которые всем сердцем веруют, что Божья Матерь им поможет, прикладываясь к иконе, они прикладываются к Божьей Матери, прося у нее помощи благодатной в том или ином недуге и получают просимое. А можно также приложиться и к обычной иконе. Вот, например, я приведу пример. Есть на горе Фавор, вырос в Израиле, где преображение было Господне. Есть икона Божьей Матери, которая совершенно... Черно-белое изображение на обычном листе бумаги. Она прославилась различными исцелениями. Она чудесным образом была обретена в бутылке. И он нашел... И она прославилась множеством исцелений, различной болезни. Хотя обычно черно-белое изображение на бумаге. Поэтому по вере людей человек, естественно, получает помощь. Но есть, еще раз повторяюсь, какие-то определенные образы, которые прослались именно конкретными случаями именно от каких-то болезней, либо недугов, либо проблем. Следующий звонок. И Уфа на связи. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Раба Божья Анна. Добрый вечер. Здравствуйте. Его жена очень хотели иметь детей, но, к сожалению, у нее произошел печерыш. Подскажите, пожалуйста, почему так пропускает Бог и как нужно молиться за эти детей? Не нужно ли вообще молиться? Спасибо за вопрос. На самом деле, естественно, мы своим человеческим умом не все можем понять в промысле Божьем о каждом человеке. Мы, прозорливые старцы, имели особое, может быть, откровение, и то не всегда. Откровение о каких-то определенных случаях, которые происходили с людьми. Поэтому сказать в определенный момент, почему произошла такая ситуация именно с вашим братом, мы не можем, естественно, и к сожалению большому. Мы можем только посожалеть, посочувствовать вам, помолиться о человеке. Другое дело, что если это произошло без вины людей, которые, может быть, я не знаю вашей ситуации, но бывает иногда как-то совсем неблагочестиво люди себя ведут, либо вы говорили, что брат ждал очень, да, но вот таким образом может быть проверяется наше терпение, опять же, преданность Богу. На самом деле, до революции еще были, очень хорошее такое выражение, Господь дал, Господь взял. Если Господь взял этого ребенка еще не родившимся, значит, он о нем побеспокоится. Здесь не нужно переживать за этого младенца. Другое дело, что нужно утешить, естественно, сродника, помолиться о нем, и молиться, чтобы Господь добровал и все-таки увидеть ему чадо еще. Спасибо. Следующий звонок, Курск на связи. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка, помогите, пожалуйста, у меня нет страха Божьего. Как его обрести? Вот, чтобы хотя бы страх у вечных мог был, а не думать, что Бог любовь помилует и спасет. Спасибо за вопрос. Ну, вот, страх Божий, по-настоящему страх Божий, вот, как раз вы говорили о том, что, чтобы страх был от вечных мук, это страх животный, это, как Святой Отцепешет, это начало страха Божьего. Страх Божий, по идее, это любовь, это проявление, высшее проявление любви человека к Богу. То есть, когда мы любим какого-то человека, мы боимся его обидеть своими нехорошими поступками, своими плохими действиями. Так же и здесь. Страх Божий, это боязнь обидеть Бога своими грехами, а не боязнь, что Он накажет, если мы что-то сделаем не то. Вот, если мы боимся таким образом, то это начало только страха Божия. А так как мы еще говорим о том, что страх Божий, это проявление, высшее проявление любви, вот, когда мы научимся исполнять все заповеди, тогда нам Господь даст настоящую, несумненную любовь к Нему и к ближним. И тогда, да, мы будем иметь настоящий страх Божий. Божий, а вот можно узнать про наименование Новоспасского монастыря такой, как Царский. С чем это связано? Как я вот уже говорил в начале, немного затронул эту тему, Царский монастырь у нас считался всегда до революции Спасским монастырем, потому что на его территории, на территории нашего монастыря, под Спасо-Преображенским собором, есть усыпальницы, насыпальницы родначальников романовской фамилии. Захарьева, Юрьева похоронены в нашей обители, также Иннокене Марфа, мать первого царя Михаила Федоровича Романова, которая непосредственно участвовала в событиях четырехсотлетней давности, также похоронена в нашей святой обители. И всегда, так как здесь предки романовские, родначальники романовской фамилии, естественно, цари всегда почитали его как первым, на Руси считался он, они постоянно приезжали поклониться, послужить литью, панихиду отслужить по своим сродникам. Вот даже сохранились видеокадры, как последний царь-император Николай II также посещал наш монастырь, то есть вот мы можем это засвидетельствовать этими архивными видеозаписями. Поэтому он считался царским из-за царской усыпальницы. Еще раз говорю, вот так как в этом году четырехсотлетие в нашем монастыре непосредственно в этом участвуют, не как-то в общем затронута вот непосредственно, так как усыпальница Романовская, Иннокене Марфа и к этому, к этой дате, как-то четырехсотлетие, чтобы отметить, например, сто лет назад, когда было праздновалось трехсотлетие Дома Романовых, перед самым революцией, царская семья возвела на свои средства часовню, памятную часовню через этого события. В этом же году мы решили отпраздновать это событие тем, что мы выливаем тысячепудовый колокол. То есть будет 16 тонн колокол, который был у нас также на колокольне до революции, после революции он исчез. Так вот, вот так мы будем отмечать. И вот удивительным, еще раз повторяюсь, образом, получается, что такая связь Новоспасского монастыря и Екатеринбурга непростая. То есть вот Николай II также посещал наш монастырь, также вот там он почил, и вот такая связь невидимая все равно есть. Такое начало как бы празднования четырехсотлетия Дома Романовых. Оно будет растянуто в течение года, будет и в Костроме торжества, там, где он просили его на возведении, но на Всероссийский престол. Так что, ну, это начало, можно назвать начало таких празднований тоже. Кстати говоря, про колокол в Новоспасском монастыре еще Петр I оказал особое внимание монастырю. Да, вот Петр I также, что интересно, мы все знаем из истории, что Петр I очень часто лишал колокола, колоколов храмы. То есть он перерывал их на пушки. А вот наш монастырь, наверное, растрогался в том смысле, что здесь тоже родоначальники и его предки лежат. И пожертвовал нашему монастырю так же тысячепудовый колокол, который был у нас в обители. Продолжаем говорить о чудотворении икон. И вот известная икона еще до революции в Новоспасском монастыре нерукотворный спас был, да? Да, тоже очень интересное тоже событие было. когда в нашем монастыре был наместником архимандрит Никон, будущий патриарх Никон, в это время прославилось в Вятке, в Хлынове тогдашнем чудотворный образ нерукотворного спасителя. И по просьбе архимандрита Никона он обратился с просьбой к Алексею Михайловичу, чтобы в наш монастырь был принесен этот образ в Ставь Первопрестольный Град. Этот образ был принесен сначала в Россию, в Москву, и вот встречался он возле так называемой, сейчас есть такая не называемая, существует Спасская башня. Все мы знаем, на ней бьют куранты. Она названа как раз в честь нашего образа. Его встречали там и патриарх, и царь Алексей Михайлович. И с великим торжеством был он встречен под этой башней и принесен в нашем монастыре. Находилась она до закрытия монастыря, до 1918 года. После закрытия мы до сих пор никак не можем найти следы, куда она исчезла, но каким-то образом ее уничтожили, наверное, скорее всего, уже после революции. Поэтому был чудотворный образ еще таким, знаменитый на всю не только Москву, но и Россию. Большой, огромный, он был больших размеров. Мы знаем очень много икон Божьей Матери чудотворных, но икон Спасителя на самом деле очень немного известных в истории, которые мы прослали с какими-то чудесами. Вот как раз икона Божьей Матери Смоленская, дар Иннокенемарфа был. Вы упоминали про нее. Также, да. Также вот в нашем монастыре находится, сейчас есть у нас дар Иннокенемарфа, первой матери, матери первого царя Михаила Федоровича Романова. Мы ее обрели, мы ее очистили и оказалось, что под записью иконы оказалась икона первая, которая писалась, датируемая иконописцами XIV веком. Поэтому это тоже такой удивительный, чудотворный образ. Мы его постоянно переносим из летнего храма. Он стоит в летнем храме в Преображенском соборе, но на зиму мы его переносим как раз в зимний храм в Покровске, чтобы тоже можно было, верующие люди тоже могли поклониться так же, вот как вот человек говорил, что вот может я помолюсь Смоленской иконы Божьей Матери. У нас, пожалуйста, приезжайте, можете поклониться и у нас и Смоленской иконы Божьей Матери так же. Вопросы из социальной сети задает Игорь из Нижнего Новгорода. Слышал, что рукописному списку иконы не всегда передаются чудотворные свойства оригинала, но якобы фотография или репродукция чудотворной иконы обладает чудотворными свойствами, так ли это? Ну, это не совсем можем сказать так. Конечно, если человек с огромной верой прийти, что даже к обычной фотографии, да, то есть через эту фотографию с огромной верой обратиться к тому, кто изображен на этой фотографии, он, конечно, может получить исцеление тоже, но это будет сверхчудеса, наверное, тоже, а так, естественно, раньше не было фотографий в древности особо, они не сначала были, поэтому были иконы, изображения святых различных, поэтому это древние обычаи изображать святого или Божьей Матери или Спасителя именно на иконе. И человек получает не просто машинально приложившись к чудотворному образу, не все же исцеляются, к большому сожалению, для нас, для всех верующих, мы не все можем исцелиться, даже прикоснувшись к чудотворному образу, потому что у нас нет веры, такой несомненной, может быть, веры, и Господь не вдаёт нам по нашему, может быть, маловерию каких-то просимых вещей, которые мы просим, даже, может быть, и во благо, для того, чтобы укрепить нас, может быть, в вере, чтобы мы ещё и ещё раз помолились, чтобы мы ещё раз притекли к этому образу, чтобы мы ещё раз прониклись чувством, к кому мы прикладываемся, для чего мы приходим, и тогда, только, может быть, получив исцеление, поэтому машинального, естественно, действия такого, что приложившись к чудотворной иконе, человек сразу получает просимых, такого, конечно, нет. У нас есть звонок из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, отец Павел, очень рада вас видеть. Добрый вечер. Вот недавно у вас только исповедовалось. Спасибо, Господи. Хотела спросить у вас, а на какое время увозит, в какое, вернее, время увозит образ Святой Богородицы, Святой Царицы? Спасибо за вопрос, спасибо. Мы увозим икону Божьей Матери седьмого числа вечером, после вечернего богослужения, то есть до седьмого числа можно приехать, ещё приложиться, помолиться перед образом, а так у нас есть как раз вот литографический список, тоже, такая печать, литография, с образа, он будет стоять в нашем монастыре, пока будет сам чудотворный образ, три недели отсутствовать. Приблизительно обратно мы собираемся прибыть третьего или четвёртого марта. Поэтому до седьмого числа, до вечера можно ещё приложиться. Следующий вопрос из социальной сети. Светлана из Красноярска спрашивает, почему мироточат иконы? Ну, мы на этот вопрос можем ответить по-разному. Можем ответить из-за того, что по благодати особой, да, Господь дарует нам утешение, такие проявления мироточений, чтобы укрепить нашу веру. Но бывают и другие мнения, такие, что иногда, если будет особо массовое мироточение икон, то это, как некоторые старцы говорят, это бывает иногда такое утешение перед какими-то скорбями, перед какими-то особыми событиями, чтобы укрепить немного веру людей в Господа, Божию Матерь, заступничество за то, что их Спаситель с нами, Он даёт нам укрепление такими чудесами, такими мироточениями, но могут быть и испытания. Поэтому мы точно не можем сказать поживём и видим. А как правильно относиться к мироточениям? Спокойно, без экзальтации, экзальтации совершенно не должна быть. У нас тоже, пожалуйста, бывают иногда такие комические случаи, тоже пойдёт всеночное бдение под воскресенье, полилей, и люди потом подбегают после службы и говорят, батюшка, вот замироточила икона, как он там замироточил, вот посмотрите, сколько там масла на ней. Но это масло, вот когда люди прикладываются лбом, помазанным своим маслом, вот масло, пожалуйста, но люди, некоторые хотят каких-то таких чудес, поэтому они видят в некоторых вещах иногда проявление такой сразу милости к нам и мироточения. На самом деле всегда оно должно было засвидетельствовать быть всей церковью, потому что очень много бывает иногда, ну не много, а бывают случаи, когда люди как-то подстраивают такие вещи, чтобы как-то и сами, может быть, прославиться или ещё что-то. Но вот поэтому эти вещи всегда, если начинает мироточение какое-то или кровоточение, то всегда церковь должна засвидетельствовать, что это истинное чудо, вот после свидетельства такого, то есть официального, можно сказать, официального, и засвидетельствовать многими людьми и священным началием, тогда вот мы можем это признать как чудо. Но каждый раз можно быть осторожным относиться ко всему, потому что многие святые относились даже к видениям, когда им являлась Божья, Матерь и Спаситель, они всегда отрицали это видение, не верили изначально, чтобы не прельститься. Поэтому поосторожнее нужно относиться ко всему. У нас есть звонок и курс к нам связи, мы вас слушаем. Здравствуйте. Задавайте вопрос, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела свидетельствовать то, что у меня произошло исцеление. Врачи были поражены тому, что у меня нету этого диагноза, который был мне выставлен. По УЗИ. Я молилась Божьей Матери, ходила постоянно в церковь и дома молилась, спросила здоровья исцеления. И вот хочу за свидетельство, что у меня произошло это исцеление, и за свидетельство врачи были очень удивлены этому. Спасибо. Мы вас поздравляем с этим. Слава Богу, что Господь услышал и Божья Матерь услышала ваши молитвы и даровала вам еще время на исправление жизни, на покаяние. Я уже 20 лет езжу в онкологический институт имени Герцена. Мы там построили домовой храм в честь иконы Божьей Матери Всецарицы. И я уже за 20 лет очень много слышал и видел на своей памяти людей, которые исцелились от такой страшной болезни, которая поражает сейчас многих людей. И свидетельства врачей, которые находятся тоже в той же клинике, которые давали человеку максимум несколько месяцев, они поражались и удивлялись, как человек может жить с таким диагнозом, и потом еще и 5-6 лет жить. То есть, это для них тоже удивительные чудеса. То есть, исцеление, это не значит, что когда человек вскочил и сразу же побежал, но когда у человека диагноз, который поставили ему врачи, совершенно меняется иногда, иногда бывает, исчезает, бывают и такие случаи. Но бывает, Господь продлевает жизнь людям, давая им, если они опять же раскаиваются, понимают, осознают всю свою, может быть, не совсем правильно жизнь, просят исцеление не просто для того, чтобы забыть обо всем, а для того, чтобы Господь дал еще время на покаяние, на исправление жизни, вот тогда Господь дает это время. Вот если человек осознает, почему болезнь дается. Болезнь попускается по грехам, но бывает и для того, чтобы вразумить человека. То есть вот опять же, мы все имеем с вами детей, ну я не имею, потому что я монах, но в основном если у нас все люди имеют детей, поэтому всегда, когда-то мы их наказывали же, да, то есть мы им наказывали не из-за того, что мы их не любим, а наоборот, по любви, чтобы от человека вразумить как-то, остановить от каких-то поступков, которые он недопонимает. Также и здесь, Господь иногда попускает какие-то проблемы, искушения, болезни, такие страшные болезни, для того, чтобы человека иногда вразумить, что может быть он не туда идет, не то делает, не так живет по-христиански. И очень многие люди, вот за 20 лет, еще раз повторюсь, засвидетельствовать могу, что большинство людей, которые приходят на исповедь, каждую пятницу, вот мы служим, я служу в литургии, большинство из них бывает первый раз на исповедь. Это когда ты видишь приятно, удивляешься тому, что человек перерождается на глазах, то есть эта болезнь ему послужила для исцеления не только тела, но и души. И человек перерождается совершенно, становится ревностным христианином, постоянным прихожанином храма. И он, когда вот мы привозим икону все царицы из Новоспасского монастыря в Герцогский институт, я привожу ее раз в месяц, ну раз в два месяца приблизительно реже. И многие люди, мы их обзванием предупреждаем, что она будет принесена в наш небольшой маленький храмик совершенно домовой с благодарностью за то, что они были в этой клинике, в этом храмике, получили первые такие наставления, приезжают к нам, хотя они могут приехать и в Новоспасский монастырь, но приезжают еще раз поклониться, пропить ей акафист, очень умилительное это зрелище. Поэтому, если человек, еще раз повторяю, осознает, за что, почему и для чего иногда Господь попускает болезнь, и он меняет свою жизнь, становится более ревностным христианином, происходят чудеса. Следующий звонок из Омска, мы вас слушаем, здравствуйте. Задавайте, пожалуйста, вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, это раба Божия Ариша беспокоит из Омска. Скажите, а планируется ли слушаем, слушаем. Приведение иконы царицей в Омске. Потому что у нас тоже онкологический центр, там есть своя церковь. Очень многие люди, наверное, ждут ее. спасибо за вопрос, Раиса. Как я уже говорил в начале передачи, как раз мы говорили о том, что это первый раз за 15 лет икона Божьей Матери покидает стены нашей обители так надолго, то есть по просьбе верующих Уралов. Если будут просьбы обращаться архиереи, верующие люди каких-то епархий, то я думаю, что со временем, естественно, можно будет привезти и в Оренбург, и в любой город. То есть, понятно, что вы должны понимать, что городов в России очень много. Если мы будем ездить везде по всей России, а она не будет пребывать, например, в монастыре, то москвичи будут тоже лишены. Поэтому несколько раз в год, наверное, будет уже, я так понимаю, что это начало таких крестных ходов по просьбе верующих людей. Я думаю, что оно будет совершаться так по России потихоньку. У нас есть вопросы социальной сети. Илья из Санкт-Петербурга спрашивает. Есть чудотворные образы, есть святые изображения на них, есть Бог, действующий через них. Как всё не перепутать и не поставить чудотворный предмет наперёд Господа нашего. Нам ведь так сейчас нужны чудеса, что про Бога и не помним. Ну, вы знаете, про чудеса можно ответить словами Евангелия. Господь говорил, что род прелюбодейный, грешный, чудес ищет, знамени ищет. Поэтому чудес, за чудесами бегать не нужно, их искать не нужно. Люди обращаются не за чудесами, а за помощью к Божьей Матери. Они прибегают к иконе не для того, чтобы получить просто какое-то чудо, а для того, чтобы совершилось над ним какое-то такое интересное знамение. А в таких скорбных обстоятельствах, естественно, человек обращается естественно не к предмету, не к доске, на которой написаны иконы, не к тем краскам, которым написаны иконы, а к первообразу. То есть мы кланяемся, мы не имеем права себе сотворить идолов, это вторая западница, творить себе кумира, поэтому мы не имеем права себе творить кумира даже из икон. То есть икона – это не самое главное. Главное – первый образ, на котором, думав, мы переведем перед собой икону и обращаемся, еще раз повторяюсь, не к этому предмету, к икону, как предмету, а к первому образу, который изображен на этом списке. Для чего? Для того, чтобы, например, когда вы видите фотографию своей мамы, брата, который находится далеко, вы, естественно, мысленно переноситесь к ним вспоминаете их, обращаетесь к ним. Так же и здесь. В виде иконы мы должны восходить к первому образу. То есть самое главное не конкретно, еще раз повторяюсь, доска или краски, которым написано, потому что оно очень хорошо написано, очень аккуратно, очень с точки зрения иконописи, но мы обращаемся вот именно конкретно не к этому предмету, а через этот предмет переходим к первому образу. Поскольку поклонение происходит к образу, а человек может совершенно не знать, кто изображен на иконе, но знать, что она чудотворная. Наверное, здесь тогда возникает вопрос, что каким-то особым образом надо подготовиться к тому, чтобы поклониться святыне. Ну, вообще-то это естественно. Само собой разумеется, когда человек подходит либо к мощам каким-то, либо к иконе, даже не к чудотворной, к обычной иконе, он должен, во-первых, посмотреть, что это за икона и к кому он обращается. Потому что он же должен как-то обратиться мысленно к тому святому или Божьей Матери, которые изображены на этой иконе. То бывали такие случаи, вот приведу просто пример, у нас в монастыре, Преображенский собор, галерея, расписана, там есть картина страшного суда. И вот я был свидетелем этого такого интересного события. Одна, благочестивая, наверное, чересчур, уж совсем такая вот ревностная раба Божия, такого преклонного возраста, она ходила и ко всем фрескам прикладывалась, даже несмотря, куда она прикладывалась, просто перекрестилась, положилась, сама смотрит по сторонам, как на неё обращают внимание все. И вот она доходит до этого страшного суда, крестится и прикладывается к изображению дьявола. Я потом говорю, вот на раба Божия, говорю, вы хоть видели, куда вы приложились? А я говорю, о, господи, что вы здесь понарисуете? Поэтому нужно, естественно, смотреть, куда вы прикладываетесь, специально, если, например, изображён святой, которого вы пока ещё не видите, кто это, но спросите или прочтите, на каждой иконе написано обязательно, что за святой изображён на этом образе. Естественно, когда вы прикладываете, просите, обращайтесь к этому святому, а не просто святой, ну, какой-нибудь, там, помоги мне, так нельзя, конечно. А нужно ли знать житие этого святого? Ну, житие этого святого не всегда бывает, знает человек, да, например, житие целителя Пантелеймона все знают, что он прославился тем, что помогает, опять же, в различных болезнях. Но житие его мало, может быть, кто знает, не все люди к большому для нас сожалению читают житие святых. Но если человек, например, совершает паломничество, едет, опять же, вот на Урал, на Урале есть очень чудесный монастырь в Верхотуре. Там праведный Симеон. Мощи праведного Симеона почивают. Естественно, когда человек едет туда на поклонение к нему, он, естественно, должен вообще-то прочитать хотя бы житие, а не просто знать, что вот праведный Симеон помогает там в глазных болезнях, опять же, да, и подъявляется покровителем так швей. Но это вот не совсем правильно, потому что нужно знать его житие, знать хотя бы к кому ты обращаешься, каким, как он прожил свою жизнь, чтобы ты хоть немножечко проникся, тем, кому ты поклоняешься. Следующий вопрос из социальной сети задает его Александр из Невьянска. Какие иконы положено иметь в квартире? Как относиться к ламинированным иконам и иконам на календарях? Ну, в основе своей массе, естественно, бывает, иногда бывают крайности такие у людей. Люди все стены дома завешивают различными иконочками, побольше, побольше. Но, может быть, лучше меньше иметь икон, но обращаться к ним каждый день, а не просто, чтобы они висели для украшений, либо просто так сказать, чтобы там было побольше святынек. Многие, к сожалению, есть люди, которые собирают побольше, побольше святынек, но они потом пылятся, находятся в небрежном состоянии, и это не совсем правильно. То есть иконы должны быть, ну, основные иконы, спасители, естественно, Божьей Матери. Многие почитают святого Николая, как одного из самых главных наших, уже русских, можно сказать, святых. Естественно, желательно икону иметь своего святого, через которого ты свое имя носишь, но нужно обращаться каждый день к ним и к святому, к своему. То есть вот это основной, как бы, такой, можно сказать, набор, спаситель, Божьей Матери, Николай Угодник, имя святого, которого ты носишь, ну, и особо почитаемый, может, какие-то ты почитаешь святых, вот, ты эту икону имеешь и молишься к этому святому, обращаешься к нему каждый день. Но разницы нет совершенно, написанная ли икона, либо она изображена, либо ламинированная. Если она, если вы с чувством веры обращаетесь даже через обычную ламинированную икону к тому святому или Божьей Матери, или Спасителю, то вы получаете тоже такой же ответ. Как я уже приводил пример, на горе Святой Афон, чудотворная икона, это простой лист бумаги, пожелтевший уже от времени, и вот такой оттиск, оттиск обычный, черно-белый. И множество людей получили исцеление от этого. Есть звонок из Самары, мы вас слушаем, здравствуйте. Задавайте вопросы. Батюшка, вот у меня вопрос, я из Самары, у меня подбит муж и сын. Вот авария-то у нас в колонниках не была, и меня очень волнует вот эта участь их, поскольку они не причастия, ощущались, вот сын Света не причащался. То есть они вряд ли каждый день причащались, а вот давно не причащался, то есть не исповедовался. И муж тоже давно. И вот такая неожиданная симпатия, у меня только вот сын-то у меня вот в тишине, то, что он по послушанию поехал, ему не надо было ехать, он и не хотел. Я просто сказала, езжай папе, дороги поддерживай его, дорогу-то водителя. Вот, и потом он умирал, все время о папе спрашивал, спасибо всем, говорил, даже врачи, когда мне говорили, улыбались. Я еще удивилась, эти улыбки сказали, потому что мальчик у вас такой светлый был, поэтому вроде улыбаемся. А муж, он неожиданно, прям, мгновенно умер, то есть вот, вот и авария. И вот у меня участь их беспокоит. Я читаю псалфей, я обращаюсь вот к батюшкам, они говорят, вы, ну, как бы за маловеркой, Богу, не доверяю, разобрал, значит, ботовы были. Их очень все любили, добрые они были. Извините, имена как их, как их звали? Георгий Сергий. Георгий Сергий. Хорошо, спасибо большое. То есть вот я вам сочувствую, естественно. То есть мы в монастыре тоже запишем, и Георгий и Сергий будем с братьями тоже поминать. Чем больше людей будет молиться, тем, естественно, лучше человек, который усоп. Другое дело, что, опять же, как мы говорили про чудеса, мы иногда не знаем, почему так происходит. И не на все вопросы в этой земной жизни можно понять нашим ограниченным умом, понять тем более Бога, не всегда возможно. Можно только сказать о том, что констатировать, что если люди, естественно, ехали на паломничество, одно даже то, что они ехали, ещё, может быть, не причастившись даже. То есть одно желание его, человека, который идёт в какой-то святыне или паломничает, это уже зачитывается Господом. Другое дело, почему так произошло, опять же, мы можем спросить только после того, как сами предстанем перед Господом, но утешить можно только одним, что люди не просто ехали по каким-то делам даже, а решили совершить паломничество. Есть очень хорошее выражение, что Господь и намерение приемлет. Да, намерение даже, то, что они хотели поклониться какой-то святыне или приложиться к святыне. Это уже Господь учтёт. Также можно, опять же, в утешении вам сказать то, что если человек так вот трагически погиб при таких обстоятельствах, ещё раз говорю, о паломничестве, то, может быть, вот именно этими страданиями какими-то, последними своими человек искупил те грехи, которые у него были до того момента. То есть как вот мученики, которые принимали христианство, но они принимали иногда, бывали даже те, которые мучили, мучители, которые мучили святых, видя их непоколебимую веру, тоже проникались этой верой и их тут же убивали, и вот они омывали свои грехи бывшие, да, своей кровью. Также и здесь можно сказать, что вот эти, может быть, мучения, естественно, мы не можем на 100% как-то говорить об этом, только Господь, судья всего, но утешений очень много в том смысле, что не просто так происходят абсолютно чудеса, такие различные какие-то события, мы не знаем совершенно, почему они происходят, но всё в руках Божьих. Господь, значит, видел, что вот именно эти люди, которые погибли в той катастрофе, были уже готовы для Царства Небесного. Царство Небесное, Господь берёт не только святых, которые прославились уже здесь на земле, но и обычных людей, какими, совершенно неведомыми путями абсолютно. Человек, может быть, бросился, например, кого-то спасать и погиб сам, хотя, может быть, редко ходил в храм, редко исповедовался, и этим, может быть, он спасётся, потому что он душу свою положил за други свои, а Господь говорит, что никто не может творить любви больше. Поэтому события различные бывают в жизни, можно только доверить из Господа, что Господь никогда не хочет ни одному человеку какие-то неприятности или просто убивает, как можно, некоторые говорят, то есть несправедливые. Такого не бывает. Господь взял их с собой, другое дело, каким способом. Для вас, может быть, самое трудное то, что вы пока не можете с ним пообщаться, но вот в молитве, обращаясь к Богу за них, вы с ними соединяетесь, увидитесь, не унывайте. Батюшка, а как иконы появляются? То есть, сейчас появляются новопрославленные святые, и, наверное, кто-то придумывает, что должно быть изображено на иконе, и каким образом должен быть изображен святой? Ну, это различными образами. Бывает раньше, вот как мы читаем, различные явления икон Божьей Матери, они являлись каким-то чудесным образом. Преатолхская икона Божьей Матери, да, всем известная, явилась там, в воздухе стояла, да, потом опустилась на кедр. То есть, различные иконы являлись каким-то чудесным образом. Казанская икона Божьей Матери, если мы запомним, да, явилась при пожаре, сгорел, даже храм, она всё равно сохранилась чудесным образом. Сейчас иконы новомучеников особенно пишут в основной самосе, естественно, из фотографий, которые имеются при жизни, то есть, пишут образ. Если это конкретно какой-то святой, ирей, либо и святитель, то есть каноны. Каноны написания икон существуют. На каком фоне писать, это уже, ну, можно сказать, задумка иконописцы, которые пишут, например, вот соборы, особенно соборы, например, новомучеников, да, изображаются вот на фоне храма Христа Спасителя, то, что он так, ну, тоже был взорван, тоже как мученик. Предсобор старцев оптинских, которые прославлены уже после, естественно, сейчас недавно, изображён на фоне оптиной пустыни. То есть, вот есть какие-то каноны, на которые опираются, естественно, иконописцы. Просто так, конечно, не напишут, например, Святого там на полянке, на какой-то этаж. Батюшка, у нас есть звонок из Екатеринбурга, мы вас слушаем, здравствуйте. Задавайте вопрос. Здравствуйте, батюшка, это Любовь из Екатеринбурга. Скажите, пожалуйста, как вы это рекомендовали, у нас также в доме во главе угла стоят иконы Божьей Матери, Иисуса и Николая Чудотворца. Ну, в коробочке и в ящичке в комоде у меня хранятся другие накопленные иконки, иламинированные, и открытки, и другие иконки, ранее накопленные после их. Можно ли доставать их, допустим, во время черствования их, либо на период праздника, а потом слово убирать? Спасибо. Спасибо за вопрос. Естественно, можно. Если, например, не позволяет обстоятельства повесить все иконы, опять же, их множество собралось, но вы их не просто храните в пыли и забыв о них, а вот именно на праздник их достаете, когда чествуете этого святого, то, пожалуйста, можете спокойно также хранить благоговейно в определенном месте, в коробочке где-нибудь, иконочке, но периодически все-таки обращаться к тем святым, а не просто, чтобы они лежали для того, чтобы собрались много. Если у вас есть какие-то, как вы считаете, немножечко лишние иконы, то есть, которые бы, ну, вам не обращаетесь к ним, вы можете в храм прийти и раздать людям, которым, может быть, нужны эти образы будут. Батюшка, всякий ли может писать икону? Не всякий. Не всякий. Все-таки нужно иметь хоть какие-то художественные способности, естественно, это раз. Во-вторых, естественно, нужно учиться написанию икон. Это даже если человек художник, он должен подучиться канонам, как я уже говорил заранее, чтобы каноны существуют на писании икон, чтобы не было каких-то таких вот курьезных случаев непонятных, да, чтобы не было такой, какой-то придумок человеческих, уже давно выверены веками каноны, которые пишутся иконы. Поэтому он может пройти обучение, есть множество мастерских, прослушать просто курсы какие-то и научиться писать иконы. Раз. Во-вторых, естественно, иконы пишутся с благословения какого-то священника, который знает, да, не просто так человек сам себе взял, дай-ка я буду начинать писать иконы. То есть нужно подойти к священнику, поговорить о том, что почему он хочет написать иконы, что он обучился. Из благословения можно совершать написание икон, потом их, может быть, раздавать как-то или как-то, что человек будет решать дальше. Раньше, особенно в монастырях это было, когда писали иконы, люди совершали пост, особо готовились к написанию икон, какие-то особенно в средние века мы читаем иногда шития иконописцев, что они перед тем, как написать какой-то образ, очень долго молились, постились и получив благословение, начинали, освещали сначала всю доску, краски, все освещалось и держа, продолжая держать, содержать пост, они писали этот образ. Поэтому вот с очень, с большим благоговением, ну, естественно, если у человека нет способности к рисованию, лучше, наверное, пока не дерзать, учиться порисовать просто так. Вопросы из социальной сети задает его Оксана из города Ельца. Что значит осудить? Мы ведь оцениваем поступки других и решаем для себя плохо или хорошо. И происходит это автоматически. Если человек поступил очень плохо и мы это понимаем, значит ли это, что мы осуждаем? И если не хочется больше общаться с этим человеком, это грех? На самом деле очень есть на этот вопрос вот отвечает Иоанн Златоуст. Он говорит, нужно не осуждать, а рассуждать. То есть осуждать грех, живущий в человеке, да, естественно, мы не можем оправдывать грех, оправдывая все действия человека, да, но человека оправдывать, так как он создан так же, как и ты, по образу и подобию Божию. Ты не знаешь, почему он совершил этот поступок, в каких он обстоятельствах, что его вынудило это совершить. Поэтому ты не имеешь права его осуждать, потому что это судья только Господь. Ты можешь констатировать факт, что человек совершил нехороший поступок, который заслужит осуждения. Вот поступок мы осуждаем, а за человека мы должны помолиться. Господи, помоги, там, работа кому-то, осознать свой грех и прийти к покаянию и мне, не поставь вот это мое рассуждение, можно сказать, в грех. Вот, а по поводу того, чтобы осуждать, мы не имеем права. Да, Господь один судья всем, и Господь говорил, не судите, да не судим будете. Различные, опять же, каким судом судите, судят и вас. У нас тоже есть прегрешение у каждого человека, к большому сожалению. И вот, если мы будем стараться покрывать своей любовью человека, то и люди будут покрывать наши какие-то грехи тоже своей любовью. Другое дело, что, если это какой-то небольшой грех, да, то есть, который не ведет к разложению вас, вы можете общаться дальше с человеком. Но, как Господь говорил, нужно бегать компаний злых, да, то есть, потому что компании злые развращают добрые нравы. Если это, вы знаете, компания, которая там любит выпить, там, еще что-нибудь поделать, неприняя, благочестивые, да, то не надо, естественно, с такими людьми стараться не общаться. Но не осуждая их, но помолиться о них, чтобы Господь их уразумил, чтобы они осознали свою неправоту. У нас есть звонок из Иркутской области, мы вас слушаем, здравствуйте. Алло, добрый день. Добрый день. А я вот, очень нравится мне смотреть канал ваш периодически, когда есть возможность, смотрю, батюшка, у меня вот такой вопрос, я не сначала беседы слышал, Виталий, меня зовут, я сам из Иркутской области. Добрый день. Я переключил на канал и вот попал как раз на вашу беседу сейчас. И люблю читать Писание и услышал разговор, может быть, не до конца немножко что-то понимаю. Вы говорили о иконах, о иконах Божьей Матери, что, ну, там маленько я слышал краем, что о паломничестве привозят икону, да, в храм. И вы говорили, что люди приходят на поклонение, могут поклониться. Я просто вспоминаю в Писании по местописанию таких библей, что не делай себе кумира, никакого изображения и того, что на небе, вверху, на земле, внизу, не поклоняйся, и мы не служим. И еще одно место, что Господу Богу твоему поклоняйся, и мы одному служим. Вот объясните, как-то вот немножко у меня не сходится в голове, если можно. Спасибо. Спасибо за вопрос. Но мы уже отвечали на него в нашей же передаче. Я много раз говорил о том, что не нужно построить из конкретно доски или красок тому, что мы кланяемся. Мы кланяемся не доски, не краски, которые как предмет в иконе, а как через этот образ мы должны восходить к первообразу. И человек должен поклоняться не конкретно, еще раз повторяю, этому предмету, а Божьей Матери. Дело в том, что просто, мы уже опять же заговорили об этом, вкратце повторюсь, что некоторые иконы прославлены определенными какими-то чудесами, и люди в определенных болезнях, мы говорим сейчас об иконе Божьей Матери Всецарицы, которая будет принесена в Екатеринбург 9-го числа, вот мы как раз о ней и говорили. Она прославлена тем, что помогают людям в онкологические болезни, но помогает не сама доска и краска, еще раз повторяюсь, а Божья Матерь, которая изображена на этом образе, который был написан в Святой Горе Афон. И через этот образ люди восходят к первообразу. Если человек, естественно, имеет веру, несумненно, он получает исцеление, но не механически, еще раз повторяюсь, он получает от того, что он приложился к этой доске или краске. Батюшка, в завершении нашего разговора еще раз напомним нашим телезрителям, когда, на какой срок и в какое место привозят икону Всецарица из Новоспасского монастыря. Еще раз, дорогие братья и сестры, хочу сообщить о том, что первый раз за 15 лет, который находится икона Всецарицы в нашем Новоспасском монастыре, она покидает пределы Москвы и идет на такое далекое расстояние по просьбе верующих Урала. 9 числа она прибудет в город Екатеринбург, где будет находиться, затем она будет перенесена в город Каменск-Уральский, после этого будет перенесена в Нижний Тагил. Поэтому жители Урала могут поклониться ей до 3-го, 2-го марта включительно. Еще раз всех призываем и уральцев в первую очередь естественно посетить эту святыню, приложиться к ней также почтить наш монастырь. Пожалуйста, еще раз, мы говорили о том, что мы отливаем колокол, с удовольствием примем от вас жертву, чтобы ваша лепта была в нашей обители, также находилась. Мы будем принимать также записочки Сорока Устов и братья монастыря будут молиться за всех жертвователей. Призываем всех поклониться иконе Божьей Матери. Всем Божие благословения. Большое спасибо, батюшка, что вы к нам пришли и всего вам доброго. До свидания всем. Уважаемые телезрители, до новых встреч. До новых встреч.